В Вести вам не нужно нажимать на кнопочку. Здесь все по-русски, вам нужно дернуть за сосочек. У нас с оператором разошлись мнения, чем пахнет салон Новый Рио. Мне кажется, что он пахнет нафталином, то есть как Прохор Шаляпин бабушкой. В рекламу, очевидно, вложились и тот, и другой производитель. Правда, почему-то многие из них думают, что назови машину с Х, и, видимо, это будет счастье продаж. Иначе как объяснить то, что Kia Rio X-Line в других странах называется по-другому? Надо подсказать продавцам Peugeot, Citroën, Jaguar и прочего неликвида. Я считаю, что корректнее сравнение X-Line было бы делать с X-Ray. Но в комментариях к видео про Vestu Cross вы написали, давай обязательно запарь ее с X-Line. Ну, могу сделать X-Line против X-Ray? Напишите в комментариях, хотите ли. Про качество Vesta за те годы, которые она выпускалась, народ говорит разное. Иногда противоположное, это удивляет. Но сегодня меня больше удивило то, что вот эта машина, на которой я уже поездила, она немножко отличается от другой Vesta Cross, просто по личным ощущениям. И по тяге мотора, и по работе подвески. Ну, фиг его знает. С Rio такой проблемы нет, но есть другая, которая покруче будет. Их угоняют чуть ли не пачками. По крайней мере, это можно сказать о седанах. И если воруют седаны, то по логике, чё б не воровать и X-Line. По мощности моторов эти машины очень сравнимы. У Vesta 1,6-106 лошадиных сил и 1,8-122 лошадки. У нас машина 1,8. И отзывы про этот мотор, ребята, очень-очень разные. Некоторые люди его последними словами вспоминают за то, что масложор присутствует и немалый. Правда, говорят, что сейчас эту проблему... Сюда, что ли? Да. Правда, говорят, что сейчас эту проблему решили. У Rio тоже два мотора. Ушки мои ушки. 1,4-100 сильный и 1,6-123 лошадиные силы. У нас, естественно, мотор, который побольше будет. То есть, 123-сильный. Про моторы Rio, в принципе, никто ничего плохого не говорит. Кроме того, что эти моторы с алюминиевым блоком. И они не ремонтопригодные. Живут 1300 километров пробега. А дальше их можно лишь на помойку выкинуть. Правда, есть в интернете умельцы, которые выкладывают видео о том, что они ремонтировали эти якобы неремонтные блоки. Ну, молодцы, что скажешь. Сколько это проживет, не знаю, утверждать не буду. Говорила сервисменам в официальном дилере, что люди делают эти моторы, что получалось. Они вот такие глаза делают. И говорят, что долго это прожить не может. Утверждать не буду, не знаю. Мои синие уши улетели в канаву. Я хороша, ничего не скажешь, да? Под этим зонтиком. Конечно, тяжело сравнивать динамические характеристики автомобилей с разными коробками. И вот так вот чисто по ощущениям с теми коробками, которые у нас есть, у меня все же, представляете, создается ощущение, что Rio быстрее. Rio, да, действительно кажется чуть-чуть быстрее, но правда не с разгона. То есть стартует она, ну, так себе, немножко по-овощному. Ну что, 1,6 с автоматом. Но при этом дальше вот субъективное ощущение кажется, что она набирает чуть более динамично, нежели Vesta. Vesta кажется, что идет и разгоняется тяжеловато, несмотря на то, что у меня машина с мотором 1,8. Может быть, знаете, вот эта вот динамика в Vesta похуже, в том числе и потому, что Vesta-то потяжелее. Причем аж на 100 килограмм, даже чуть больше. Было бы странно, если было иначе. Она вообще-то универсал. У нее 100 килограмм жопы сзади. Ужас. Звучит отвратительно, да? У Vesta мотор 1,6 идет с хорошо известной российской механикой. А вот мотор 1,8 идет с французской механикой. Но собирается-то она у нас в Тольятти известными вам культяпками. А потом отправляется на конвейер. И, может быть, поэтому целый ряд журналистов, да и не только, просто обычных пользователей говорят о том, что некоторые коробки от других, по ощущениям, отличаются. И передачи в них включаются не так четко, как хотелось бы. На Vesta, видите, коробка какая механическая. На самом деле, я думаю, что именно так, как я предположила в прошлом видео и будет. Автобаз никогда не даст мне больше тестовую машину с АМТ. И это и к лучшему, ребята, потому что, представляете, вот сейчас бы я снимала параллельно Рио с автоматом, с нормальным автоматом. И Vesta с несчастным дергающим роботом. Что было бы? Был бы полный провал. Так, хотя бы на механике можно нормально управлять этим автомобилем и не уговаривать АМТ когда-то там переключиться. Про АМТ лишь скажу, что вариатор джатка. Мы очень-очень ждем. У Рио в плане коробок все просто и понятно. У нас шестиступенчатая механика, шестиступенчатый автомат. По обзорности, я, знаете, что заметила вот интересную вещь? В Vesta стойки очень крупные. С непривычки поначалу они мне немного мешают. Я думаю, что к этому, конечно, привыкаешь. Но вот если уж сравнивать две машины, чем мы сегодня занимаемся, то в Vesta стойка все же немного мешает обзору. А в остальном зеркала лопухи большие, хорошие и удобные. Здесь стойка поменьше и кажется, что остекление что-ли побольше, посветлее что-ли машина. Но с другой стороны, салон у Рио сам ощущается покомпактнее. Возможно, это из-за того, что компоновка здесь совсем другая. Потому что в реальных ТТХ в размерах, это разница буквально в миллиметрах. То есть Vesta побольше совсем чуть-чуть. На заднем сидении Vesta места много. Иллюминатор вот этот прикольно смотрится. Да и места над головой полно. До потолка на колдовине темечком не достанешь. Рио поплотнее будет. Ощущение большей компактности в салоне автомобиля даже на заднем сидении присутствует. Хотя и здесь, видите, темечка целеньким останется. Как вы думаете, чем по сути являются вот эти вот пирамидки? Вроде бы дорогие, качественные аккумуляторы. Причем не только эконом сегмента, но и среднего сегмента. И также вот смотрите, есть премиум. Например, дата производства вот этого аккумулятора май 15-го года. Если вы купите себе такой аккумулятор и поставите его в машину, то максимум он у вас проработает год. При этом производитель дает гарантию, максимум на год, а по закону обязан давать минимум на полтора. И это не первый случай, когда в Россию сбрасывают старые аккумуляторы. И вот этот дорогой хлам вы можете увидеть на полках магазинов. Специалисты компании Туборы решили проверить вот эти вот устройства на право называться аккумуляторами. И оказалось, что 90% этого товара можно просто списать. При этом Тубор, в свою очередь, знает, что предложить автолюбителям. Многие иностранные автопроизводители на конвейерах в свои автомобили, собираемые в России, ставят продукцию от Тубор. Это более мощные и надежные аккумуляторы для наших климатических условий и режимов эксплуатации. Они прекрасно переносят перепады температур, экстремальные климатические условия, жару, холод, хранение автомобилей на улице и качество наших дорог. Тубор настолько уверен в качестве своих батарей, что дает 3 года гарантии на стандартные аккумуляторы и 2 года на тяжелые современные отечественные производства своими для своих. Багажники. Сравнивать всерьез багажники этих автомобилей, это, на мой взгляд, идиотизм, друзья мои. Потому что вообще-то Vesta Cross это универсал, а Rio X-Line как бы не хотел казаться чем-то внедорожным и конкурентом этому автомобилю. На самом деле является хэтчбэком, что не хорошо и не плохо, а просто факт. Хэтчбэки, между прочим, поудобнее в городе будут. Поэтому просто говорю вам про ТТХ. Здесь 390 литров. Багажник для хэтчбэка нормальный. Здесь же багажник 480 литров, либо в некоторых источниках вы можете увидеть 380, если мерить по оконную линию. Снова, возвращаясь к Rio, здесь мы увидим прекрасный багажник с чудесным фирменным ковриком. И если мы все это добро поднимем, увидим запасное колесо. Все бы хорошо, да кроме этого у нас нет больше ничего. А зато в Вести у нас, как вы помните, замечательный органайзер. Куча всяких сеточек, куча всяких приблуд и кармашечков. И если поднять это добро тут, то там вы увидите прекрасный органайзер. В Рио, сложив часть сидения, вы получаете, вы получаете, вы получаете ступеньку-пеньку-пеньку. Вот она, видите? Ступеньку-пеньку-пеньку. То есть спать здесь вам вряд ли будет удобно, если у вас, конечно, не попа со ступенечкой. В Вести вам не нужно нажимать на кнопочку. Здесь все по-русски. Вам нужно дернуть за сосочек. И если за сосочек вы дернули правильно и аккуратненько, то легко сложится сидение. И получится ровненький пол. Сюда вы можете положить человека длиною 1642 мм, а в Рио 1480 мм. Клиренс у Весты по паспорту 203 мм, у Рио 170 мм. И вот с этой точки отлично видно, что действительно Веста повыше. Другое дело, что важно это лишь для бордюрных перипетий, которые вы собираетесь на них преодолевать. Во внедорожье нет, нет ни в коем случае. А сейчас пора, самое время начинать комментировать про то, что я здесь и на своей девяточке проеду. Салон Весты Кросс в исполнении Космос создавал такой явный шалунишка. Потому что здесь все, ну если не по игрушечному, то уж очень весело и задорно. Вы можете взять машину с серыми вставками, более того, это и подешевле будет. Причем это и надо сделать, на мой взгляд. Потому что оранжевые кажутся прикольными только первые несколько дней, а потом от них устаешь. Тем более, что оранжевые шкалы приборов в некоторых ситуациях плоховато читаются. У нас с оператором разошлись мнения, чем пахнет салон Новый Рио. Мне кажется, что он пахнет нафталином, то есть как Прохор Шаляпин бабушкой. А вот Жене показалось, что здесь пахнет стоматологией. Но не могу сказать, что это запах неприятный. Просто такой своеобразный, специфический салон Весты тоже немножко пованивает. Ну а если серьезно, салон Рио по-европейски спокоен. И нет, нельзя сказать, что солиден. Просто в принципе по качеству материалов и по восприятию они одинаково неплохи. Просто они совсем разные конструктивно. Ну, честно говоря, мне больше нравится Рио. А мне Веста. А вот Жене Веста. Ну, что теперь поделаешь. Вот, зацените, это камера в Вести. А сейчас мы вам покажем камеру в Рио. Как мне кажется, в Вести камера получше. Такое впечатление, что там Full HD, а здесь 480. В Вести колдобины проходятся менее кроваво для водителя и пассажиров, чем на Рио. В Рио такое впечатление, что автомобиль больше заточен для городских жителей исключительно. В этой же машине, в Вести, едешь и, ну, не то чтобы колдобины совсем не чувствуются, но проходятся они гораздо легче. То есть подвеска настроена иначе. Она настроена на то, чтобы поглощать неровности дороги. Рио же такое впечатление, что на каждой яме и сам страдает, и нас страдать заставляет. Ну, колдобины, конечно, на Вести гораздо приятнее. А так Рио легче, что ли. У нее более легкие руль, она как-то легковеснее идет. Это не плюс и не минус, это просто так. Допустим, мне кажется, что девочке больше бы понравилось Рио. Мужчине такому, которому в руках что-то основательное подержать хочется, я думаю, что ближе будет Веста. Рио вся гораздо более шумная. Она шумнее, просто априори она шумнее. Причем и на городских дорогах, и на грунтовках это чувствуется. Но не то, чтобы гораздо лучше, но она ощутимо лучше. То есть разница есть, что для российского автомобиля вообще нонсенс просто. По подвеске конструктивно машины схожи. Впереди Макферсон, сзади полузависимая балка. Но вот только у Весты сзади всегда будут так любимые вами дисковые тормоза. Почему вам не пофигу, что здесь в базе барабаны. Но опционально в дорогих комплектациях, например, как у нас, здесь тоже диски. Жестковата подвеска, конечно, по сравнению с Вестой. То есть по энергоемкости подвески Веста лучше точно. Абсолютно точно. И за эту машину огромное спасибо компании Вест Моторс. Волгоградский проспект, дом 32, строение 7. Это официальные дилерки. Куча машин в наличии. И никакого обмана, никакого процентика в договоре. Трейдыны, тролливали. И в том числе страхование. А страхование там осуществляет кто? А его осуществляю я. Там сидят представители моей компании. И также за кредит отвечают они. И страховаться, в принципе, конечно же, нужно у Леночки. И ссылочка всегда есть в описании к каждому моему видео. По деньгам Веста обойдется вам от 750 до 850 тысяч рублей. Причем за 850 тысяч она будет супер-мега-турбо-спортивной коробкой АМТ. Стоит ли, не знаю, решайте сами. Ни на чем не настаиваю. Факт, что в одинаковом с X-Line бюджете здесь будет просто побольше опций. Но некоторых опций в Весте не может быть совсем. Например, без ключевого доступа и старта автомобиля без ключа. С ручной коробкой и мотором 1.4 X-Line будет стоить от 770 тысяч. А вот такая вот богатая машина с мотором 1.6, автоматической коробкой передач и целым набором уже взрослых опций обойдется вам чуть более миллиона. Рио за миллион! Да, и в этот момент кто-то уже строчит в комментариях. Рио за миллион! Да чтоб я сдох! Рио это однозначно герой дорог. Этот автомобиль просто пришел вместо хэтчбека, которого в нынешнем поколении Киэррио нету. Веста же такое впечатление, что чуть более универсально. В том плане, что вы можете ездить на ней в городе. А можете вполне пытаться штурмовать те колдобины, которые в целом ряде наших регионов зовутся дорогами.